В Ольшанском ДК размещаются библиотека, музеи, 18 кружков самодеятельности и любительского творчества. На последние полтора года всё это пришлось перенести. Но причина такая, что можно и потерпеть. Дом культуры дождался капремонта. Первого за свои полвека. Когда шёл капитальный ремонт, ДК отчасти перебазировался на базу школы. У нас зал намного меньше. И, соответственно, развлекательная жизнь села потеряла свою актуальность. Плюс мы все помним ковидные годы, когда долгое время тоже были ограничения. И сейчас, я думаю, что новая сцена, новые декорации, новая аппаратура. Мы с вами слышим, как хорошо всё звучит. Внутри это теперь совсем другой, современный ДК. Обновлённые сцены и 300 кресел в зале, новый свет и звук, мебель в кабинетах. На оборудование было дополнительно выделено почти 9 миллионов рублей. Сходили на открытие клуба, ну и побывали на концерте. Очень хорошо, понравилось. Да, Аляночка? Да, мне тоже. Там всё обновилось, всё красочно, всё хорошо. Выступали очень прекрасно. Мне понравилось. Обновления видны из фасада. Его отремонтировали полностью, но сохранили, по просьбе сельчан, роспись, которая была здесь с момента постройки в 1972-м. Зданию заменили крышу, окна и двери. Обустроили систему водоснабжения, канализации и пожаротушения. А территорию вокруг благоустроили. Помню, когда приезжал сюда три года назад, заходил в этот Дом культуры и вижу, что сейчас. Это, конечно, огромная разница. Люди довольны, счастливы. Очень приятно видеть улыбки людей на лице. С просьбой обновить ДК жители Ольшанки обратились к губернатору. И тот обращение поддержал. На капремонт было выделено больше 45 миллионов рублей. Сейчас в Целинском районе идёт реконструкция ещё четырёх домов культуры. Елена Ребжанова, Первый, Ростовский.